Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу с вами поболтать, ответить на вопросы, которые часто мне задают в комментариях. И это будет касаться, естественно, темы похудения. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И первое, о чем меня достаточно часто спрашивают, это об области груди, зоны декольте. Как я ухаживала за этой областью во время похудения? Вообще, произошли ли у меня какие-то изменения? И очень многих, конечно же, интересует эта тема. Но я могу сказать, что у меня никаких изменений с этой областью не произошло. И какого-то основного ухода или какого-то суперсредства, которое я могла бы вам порекомендовать, у меня не было. Все просто потому, что, ну скажем так, объем моей груди не такой уж и большой. И анатомическая форма ее такая, что даже после кормления грудью моих деток у меня не происходили никакие изменения. Единственное, что я делала, это во время беременности, после кормления грудью я использовала различные масла, крема для предотвращения растяжек. Но даже с молоком моя грудь не увеличивалась на 2-3 размера, да хотя бы на размер, как бывает у многих девушек. Именно поэтому я думаю, что эта область у меня как-то, ну, то есть у меня нет никакого ни провисания, ни дряблости кожи, ничего такого. Конечно, форма немножко изменилась, она уже не такая, как в 20 лет, это понятно, но в общем все очень даже неплохо. Единственное, что я могу посоветовать, это, конечно же, сходить на обследование к врачу, к мамологу, в особенности, если вы кормили грудью, это и вообще не важно, даже, мне кажется, не важно, сколько вам лет, эту область обязательно нужно обследовать. Я ходила к врачу и после завершения грудного вскармливания, ну, и задавала ему некоторые вопросы, это по поводу белья, в принципе, как он мне сказал, что с моей формой, с моим размером мне можно делать все, носить все, что мне хочется и так далее, поэтому никаких изменений особо у меня в форме и, не знаю, в висании там и так далее у меня не будет, потому что такая форма и такой размер. Что касается различных кремов для увеличения, там, не знаю, груди и так далее, я тоже задавала такой вопрос, мне тоже было интересно, но врач сказал, что все это действует только на кожу, поэтому если мне там хочется какой-то, не знаю, более упругой кожи, пожалуйста, вуаля, какие-то, не знаю, крема, используйте, ничего в этом страшного нету. Кроме гормональных различных кремов, которые, конечно же, не рекомендуется. Поэтому в вопросах ухода за этой областью во время похудения я, к сожалению, ничего вам не могу сказать, но единственное, что вот я действительно заметила, это различные крема и масла, которые предотвращают растяжки, они действительно делают кожу такой более упругой, что ли. Я использовала от Веледа масло от растяжек, использовала от марки Янсен, тоже какой-то гель был для растяжек, он был для области живота, это во время беременности я использовала, и области груди. Но в основном, кстати, я использовала масло Веледа, и оно мне очень даже нравилось. Ну, я думаю, с этим вопросом я ответила. И хочу ответить на следующий, тоже достаточно часто задаваемый мне вопрос. Это уход за кожей лица во время похудения. Я оставлю вам ссылку на видео, в котором я показываю свой нынешний уход. Обязательно посмотрите его, потому что такой уход с такими марками, с подобными продуктами, у меня уже, ну, где-то до второй своей беременности я уже начала пробовать различные аптечные и профессиональные крема. И я могу сказать, что только с ними я увидела реальный эффект. Там же я оставляла вам ссылку на процедуру для лица, которую я делала. Это Криолифт. Она не дает подтяжки к коже лица. Она, скорее, лично в моем случае убрала сухость кожи. Очень сильную сухость, которая у меня была после второй беременности, после завершения грудного вскармливания. И за счет того, что мне делали ее с сыворотками гиалуроновой кислоты и еще с какой-то, честно, я уже не помню, немножко разгладились какие-то морщины, которые были вызваны сухостью кожи. В принципе, все. Больше ничего особого я не делала. Я уже тоже говорила, что я приобретала какие-то крема или маски из серии 50+, 40+, которые предназначены были для улучшения овала лица, для, не знаю, какой-то подтяжки. Это были и марки Лореаль. Это были и... Пробовала, кстати, и Фрошет, которого я говорила у меня, жуткие высыпания. То есть различные марки, на которых у меня, грубо говоря, хватало денежки. И наносила я эти крема один, но максимум два раза в неделю после хорошего очищения кожи на ночь. Если это была маска, то где-то, не знаю, за час до сна. Потом просто промакивала салфеточкой и ложилась спать. Я могу сказать, что хорошую кожу мне дает только тщательный уход, ежедневный. Никогда не забываю я об этом уходе. Будь у меня температура, я не знаю, супер устала, или ложусь я спать во втором, в третьем часу ночи, я обязательно пойду, смою косметику, хорошо очищу кожу и только после этого нанесу какой-то крем, и только после этого я ложусь спать. Это было всегда. В то время, когда я худела, я, если честно, не так тщательно ухаживала за своей кожей. Я даже не использовала крема для области вокруг глаз, потому что просто не видела на тот момент в них необходимости, да и возраст, я считаю, достаточно молодой был. Поэтому именно в тот период я не использовала какие-то супер средства. Но я всегда увлекалась уходом, всегда делала различные маски. Это были маски из холодильника, я не знаю, со сметаной я делала, с желтком. То есть пробовала всегда что-то разное, и на тот момент кожа была, ну, скажем так, молодая, в хорошем состоянии, поэтому всё быстренько у меня подобралось. То есть, в принципе, особых таких сильных изменений, кроме вот изменений овала лица, я уже говорила, и вот такие вот здесь вот у меня были морщины, всё это убрал, убрал у меня аптечный и профессиональный уход. Такие марки, как La Roche-Posay, Holy Land, Avene, Janssen, они, конечно, сотворили с моей кожи чудеса, и это очень сильно даже заметно. Так что с этим вопросом, я надеюсь, тоже ответила. Снимать отдельное видео я не вижу смысла, потому что мне нечего сказать, честно. Вот кроме ухода, который я вам показала, и то, что я сказала сейчас, больше ничего такого особо сильного я не делала. И ещё хочу сказать, что я всегда принимаю рыбий жир, то есть омега-3, 6, 9, в различных её вариациях, покупаю в аптеке. И, кстати, все косметологи говорят, что омега-3, она действительно хороша для кожи, вообще для состояния здоровья. Так что, ну вот как-то такие у меня средства для ухода за кожей, плюс ещё пилинги. Поэтому я думаю, что я ответила. Если всё-таки остались вопросы на эту тему, на тему области груди или тему ухода за кожей лица, пишите мне в комментариях, я отвечу вам либо в комментариях, либо всё-таки сниму отдельное видео и как-то более подробно. Хотя, честно, вот признаюсь, мне не о чём здесь говорить, потому что с областью груди всё понятно, с кожей лица тоже. То есть мой уход, вот нынешний, он помогает мне поддерживать кожу в очень хорошем состоянии. И последний вопрос, на который я хочу ответить в этом видео, тоже достаточно часто мне задаваемый. Это моё меню на тот период, когда я начала худеть. Девочки, я не могу вам честно ответить. Во-первых, это было примерно 6 лет тому назад. На тот момент моё питание было, ну вот, обычным стандартным питанием. То есть завтрак это, не знаю, яичница, бутерброды какие-то с колбасой, с маслом. Бывали, проскакивали у меня каши, но на воде какие-то мюсли я ела. То есть, ну вот, какой-то такой. У меня был всегда обед, это различные супа, я не знаю, борщ, щи, там, я не знаю, куриные с макаронами. То есть все вот супа, которые вот мы стандартно, я не знаю, в русском меню варим, вот такие я тоже ела. И ужин, это был у меня гарнир, это с мясом и салаты различные. Как бороться с вечерним перееданием, я уже тоже говорила, это семечки у меня были на тот момент. И вот варила чаще всего цветную капусту я себе, которую я не люблю, и поэтому много её я не съедала. То есть меню было обычное, стандартное. Первое, что я начала делать, это уменьшать порцию постепенно, постепенно отказываться от майонеза и начала следить за своими перекусами. То есть я уже тоже об этом говорила, когда я кому-то накладываю еду, чтобы я при этом не ела 10 ложек, знаете, как ложку в тарелку, ложку в рот, ложку в тарелку, ложку в рот. У меня была такая привычка, и я от неё по максимуму старалась отказываться. Опять же, различные перекусы печеньками, булочками. Поначалу я старалась свести всё это на нет, а потом и отказалась вообще. Но отказалась не сразу, а, наверное, когда, может быть, ушло первые 5-6 килограмм за счёт уменьшения порции. Я стала отказываться ещё от таких перекусов, заменять их на фрукты, овощи. То есть я могла себе просто отрезать, не знаю, огурец и съесть его. То есть показать, какое меню, мне достаточно сложно. И на тот момент, если я варила даже тот же суп, то это был такой наваристый бульон, там прямо с таким мясом, достаточно жирный. Я от этого уходила постепенно. Я постепенно стала такие варить более лёгкие супа. Я вообще изменила своё питание. Оно было у меня не такое. У меня было много жирного, много консервов, газировка, много сладостей, много булочных, хлебобулочных изделий. Майонез, если сметана, то это жирная сметана, там 20, сколько, 25 процентов примерно. Молочные продукты. Я, когда начала худеть, я увлекалась сладкими молочными продуктами. Йогуртами различными, там питьевыми и не только. И различные вот эти глазированные сырки. У меня всё это всегда было дома в большом количестве. Я думала, что сладкие йогурты – это хороший перекус, это полезный перекус. Я в этом глубоко ошибалась. Потому что это... Потому что когда я от них отказалась, от сладких йогуртов, мой вес быстрее пошёл вниз. Всё это у меня было постепенно. И ещё раз говорю, первое, что я сделала, это уменьшила порцию. Начала постепенно уменьшать. И потом уже отказывалась от майонеза, соусов и так далее, и тому подобное. И то, как я кушаю сейчас, это я кушаю так, наверное, где-то чуть меньше года. То есть, когда мой вес дошёл до 58 килограмм, я потом немножечко подрасслабилась. Чуть-чуть набрала, да, там буквально до 59. И потом вот постепенно сейчас я просто на самом деле питаюсь так, потому что я где-то прислушиваюсь к своему организму. У меня сейчас есть такая история, что если я голодная, если я очень сильно хочу есть, но, например, открываю холодильник, и там лежит курица, а я сейчас не хочу её есть, то я вообще ничего не съем или возьму что-то из фруктов. То есть сейчас я кушаю исключительно то, что мне хочется кушать, а не то, что, грубо говоря, есть в доме. Если я не хочу печенье, я его не съем. Если я не хочу, там, не знаю, булку, я её не съем. Если мне хочется кусочек колбаски, я себе отрежу и съем этот кусочек колбаски. Но это только сейчас. Если мне захочется снизить вес, а, кстати, такие мысли меня посещают в последнее время, потому что мне кажется, что если я немножечко уберу веса, то, может быть, и мой животик станет более плоским, а талия более выраженная. Но не знаю, я пока об этом только задумываюсь. И если я всё-таки приму решение ещё немножко похудеть, из моего питания сразу же уйдёт хлеб, булка, все возможные сладости. Я перейду исключительно на овощи, фрукты и мясо. И периодически буду кушать какие-то крупы. Из сладкого у меня останется только сладкий кофе. Всё. Потом ещё тоже хочу здесь сказать по поводу уменьшения порции. Я в видео о своём похудении показывала, как я переходила. Не переходила я сразу, только потому, что я боялась, наверное, срывов. Я боялась того, что я буду постоянно голодная, мне будет хотеться кушать. И для меня это будет неким стрессом. Я этого очень сильно не хотела, поэтому я всё постепенно переходила на это. И, в принципе, я так и советую это делать, потому что чем больше ваш изначальный вес, тем сложнее вам будет уменьшить порцию, скажем так, без срывов. Так что вот так вот. Как-то быстро я протараторила. Но на самом деле, честно, девочки, вот чтобы сесть, снять отдельное видео, ну, я не знаю. Но вот честно, девочки, мне нечего особо вот на эти три темы сказать, потому что у меня нету каких-то волшебных таких вещей. И я не придерживалась какой-то определённой диеты, да, то есть определённых, вот написала себе список продуктов и кушаю только этот список продуктов. Нет. То есть если я готовила плов, то я и ела этот плов. И раньше я готовила такой жирный, куда добавляется, то есть такой стандартный рецепт плова, да, где много масла, где такое жирное мясо, там и на свинине могла спокойно его сделать. Потом, не знаю, жареное мясо у меня очень часто было такое прям жирное, какая-нибудь подлива ещё такая жирная. То есть раньше вот обычное такое вот, ну, я не знаю, стандартное русское меню, да, сейчас у меня меню более облегчённое. Я думаю, вы это видите, что я больше сейчас в духовке делаю, хотя бы просто потому, что я ленивая хозяйка, и мне лень стоять два часа или три часа за плитой. И я могу сказать, что мои мужчины этого не особо ценят, потому что они ценят итог, да, то есть вкусное блюдо, невкусное блюдо, да. А сколько я там стояла, им, наоборот, лучше, чтобы я поменьше проводила времени на кухне или за какими-то домашними делами, а побольше проводила времени с ними, им это нравится больше, и поэтому они мне даже зачастую помогают. У меня достаточно такие простые блюда, и мама моя просто готовит. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях, я обязательно отвечу. Если нужно, поболтаю с вами ещё раз в отдельное видео. Всех люблю, целую, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok